так ну значит адаптация потому что все-таки приспособленность есть адаптация короче а еще и сразу туда приспособленность все погнали дальше мусорное поле опять интересно то же самое будет или что-то другое так тут что-то ничего не строится так тут строится ладно тут научные так ну давай вторую забубением когда сразу так здесь на 4 хотят работать ок энергия плюс 125 энергетический мир ну и давай тогда три района залепим добывающий ты говоришь да так но если добывающий нам добывать так 5 прожди 4 энергетические это 5 так энергетический 6 энергетический чё по расчистке у нас а так тут пока все есть все расчистку делаем полно и пока нормально так хочу у нас колонизируется гигантский скелет то что мы ранее считали горными хребтами в южном полушарии планеты фулкель 1 оказалось колоссальным скелетом одного единственного существа неизвестного неизвестного происхождения возраст костей оценивается в 3 целых четыре десятых миллиарда лет но наши ученые утверждают что на планете фулкель 1 не могла зародиться такая форма жизни ведущий ученый пятый уч подготовил особый проект чтобы попытаться разгадать эту тайну ситуацию так ну давай да учат потом надо туда строители отправить колонизируется о строители так давай пока сюда так ты пока добываешь добываешь минералы науку так что построить сплавы давай пускай промышленные будут райончики так на я думаю кораблей хотя бы вот так вот сделать пускай строится так это у нас чем управляет четвертым континентальным выносливости этого единства первичный бульон на поверхности планеты фулкель 2 защищенных карманах скрывается насыщенная смесь простых органических соединений которые по мнению наших исследователей может быть центром развития абиогенеза спонтанного образования органической жизни из безжизненной материи фулкель 2 имеет весьма плотную атмосферу фулкель 2 имеет весьма плотную атмосферу что могло сделать эту планету пригодной для простых организмов конечно это уникальная возможность исследовать ранние этапы зарождения жизни однако не стоит ждать слишком многого могут пройти миллионы лет прежде чем жизнь естественным путем эволюционирует на планете фулкель 2 если это вообще случится так изучил систему изучает аномалия так че там возьмем чеки сооружений а пока это возьмем как это отразится у нас да наверное вот это открылась ячейка давай еще одну наверно к у нас мир добывающий так хочу по расчистке что-то ничего не изучена жилье есть принципе пускай три районщика строит потом так обработка пищи район улья давай так координаты а колонизированная планета религиозное предназначение от городов планеты дарип 1 почти ничего не осталось брошенные сооружения которыми покрыта ее поверхность до самого горизонта оказались бессильны перед временем и беспощадными бурями особенности того что осталось от этой впечатляющей архитектуры схожи с увиденными нами на планете ксора 2а эти здания тоже никак не подготовлены к катаклизмам даже несмотря на многочисленные свидетельства мощи бурь масштабы разрушений таковые что найти здесь что-либо полезное будет очень но хочется надеяться что возможно очень сложно наши ученые труднее определили три наиболее интересных для нас объекта расположенных около места посадки относительно нетронутая муниципальное сооружение некий храм и огромную центральную площадь возможно там нам удастся раскрыть секреты истянских торговцев так общих будет скорость строительства армии планетарной обороны этот узел строит сложные системы планетарной обороны на случай вторжения вражеских вторжений что нам взять давай скорость строительства так чё нас там не появилось улучшение нет не появилось и на окраинах мусорного поля округ планеты но сами оказались блюдом в меню они оценили ошеломляющее количество форм жизни по разным параметрам от содержания питательных веществ до легкости пережевывания фаворитами у них оказались хифнары за сочность такого их органа как желудок и пикантный темперамент мы же заработали посредственные места в нижней части списка из-за жилистой плоти и скучности охоты на нас некоторые любят поиграть со своей едой налажен контакт с расой именуемой хифнарские конфедеративные звезды самыми вкусными созданиями в галактике дону исполнительный комитет эрудированные исследователи это кто такие вообще материализм ксенофилия приветствую вас наш лидер председатель миг там оказал мне большую честь выбрав меня представлять наши хифнарские конфедеративные звезды в дипломатических отношениях с вашей удивительной расой наша цель всесторонне развивать науку и технику и мы надеемся что вам она тоже не чужда обломки жизни похоже астероид т.л.д.р. 800 и окружающий мусор это останки остатки бывшей планеты глубоко внутри этого стероида мы можем найти следы очень ценных сплавов мы также обнаружили признаки существования бактерий которые погибли в космическом вакууме очевидно когда-то на этом небесном теле могла зародиться жизнь так чё у нас там так давай сразу потом сюда так аномалия изучения кто у нас по раскопкам так 1 2 2 на раскопках так аномалия раскопки а второй чё аномалия скорость изучения 4 5 аномалия скорость изучения ну и ладно пускай он будет копать пускай по изучает пока здесь так сюда закрыли ну и ладно так 2 для планеты чё то чё у нас аналитика ну да чё это что разница не вижу общество а это просто 10 процентов это все по пять процентов давай так и и и и и так Так, а если я сектор создам, то чё? Не знаю, зачем это надо, но пускай. Так, значит, что мы в новой планете строим изначально? Гнездо. И потом садок. Аграрный мир, да? Потом расчистка. Потом район. Так, чё у нас там? На шестой кто-то сидит? Да, сидит. 6 из 6. Так, а если нанять этого? Во, пища от видов деятельности. Прирост опыта. Ладно, пока не будем никого встать. О, в пищу уперлись. И, кстати, улучшения есть у нас. Так, ну, пищу, я думаю, немножко продать можно. Давай 5 тысяч продадим. Так, всё улучшаем. Раз, два, три, четыре. Сейчас чутка подкопится. Так, четвёртый. Разведчик. Наблюдательность. Давай наблюдательность пусть. Раскопки. Смиртельная тепловая волна. Возвратившаяся экспедиция отыскала ответ на загадку исчезновения населения луны Сейнидис-3а. Большая часть из них вымерла из-за внезапно наступившего ледникового периода. Остатки расы эмигрировали глубоко под землю, поближе к остывающему ядру планеты, которая в данных условиях оставалась единственным источником тепла и энергии. Выжившие запустили грандиозный подземный инженерный проект. В отчаянной попытке разморозить свой замёрзший мир, они пытались направить геотермальное тепло от планетарного ядра на поверхность. Но что-то пошло не так. Омоложение ядра вышло из-под контроля, и туннели-убежищ были затоплены магмой и раскалённым газом, что мгновенно уничтожило всех выживших. Так вот. Так, нет приказов. Давай сюда. Так, этот закончил изучать. Изучать. Стратегическая координация. Надо в ту сторону двигаться. Так, ну возьмём вот это. Центр сенсория. Так, тут его нету, надо построить. Мункер-биореактор. Так, пятая. Шестая. Так, седьмая. Тут как бы только начало. Тысяча триста. И пока слабоват. Третий. Так, ну что, археологам сделать? Давай. Давай. Так. Постройку задать. Так, давай сначала проект. Так, тебе тоже что-то построить надо. Загадочное тепло. Так, опчхи пять. Что ему надо? Содержание. Да, кстати, тоже улучшаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все районы застроены. Чего у тебя тут? Три научных. Узлы, что у нас дают? Единство дают. Нездо понятно. Судок. Судок. Судок чудо. Судок чудо. Судок чудо. Так, справа. Сплава литейные заводы. Так, изучаем аномалию. Эпицентр экономики. К заинтересовавшим нас объектам мы отправили сразу несколько отрядов. Муниципальное сооружение и площадь оказались любопытными, но малополезными, разве что для изучения культурных и архитектурных особенностей. По-настоящему пристального внимания заслуживал только храм. За его почти рассыпавшимся фасадом скрывался просторный зал. Он весь был уставлен терминалами так, что техники выстраивались в концентрические круги техника. Всего мы насчитали 521 устройство. В центре мы обнаружили впечатляющую и действующую модель окружающей звездной системы. ее высокочувствительные нано-компоненты настроены на взаимодействие с электромагнитным полем планеты. Несмотря на свой огромный возраст, модель достаточно точно отображает расположение местных небесных тел. У ее круглого основания расположен интерфейс, видимый из любой точки зала. на нем навеки отпечатывались списки коммерческих организаций и стоимость различных акций. Здесь не поклонялись богам. Когда-то это был торговый узел, совмещенный с биржей и ССТ. Логично предположить, что в храме можно обнаружить ценные данные. и теперь нужно их найти. Так. Темп исследований. Давай вот это возьмем. Так. Доступные послы. Влияние. Давай свита. Чисто проходное. Пока нам это не угрожает. Так. Это кто у нас? Апчхи 2. Дипломатический вес. А для планеты использование благ. Давай берем. Так. Что будем строить? Так. Солнечная и верфь. И гидропонный. Особый проект завершен. После тщательного изучения останков, обнаруженных на планете Волгель-1, ведущий ученый Пятый Уч сделал вывод, что это существо являлось чем-то вроде органического звездолета. Внутри крупного скелета были обнаружены кости существ гораздо меньшего размера, принадлежавших по меньшей мере к трем разным расам. Вероятно, это были члены экипажа. По неизвестным причинам органический корабль получил критические повреждения и рухнул на поверхность планеты. Волгель-1. Мы не представляем, зачем кому-то понадобилось выращивать звездолет. Но изучение останков было очень полезно для нашей науки. так, отдыхает. Так, тебе, значит, раскопки. Подземное тепло. Отправив зонт в недра, мы установили, что необычные тепловые сигнатуры мира Керенса-6 вызваны гидротермальными источниками. Похоже, этот мир не так прост. Скрытый океан или единство? Единство. И берем, наконец-то, Космогенез. Но остальное тут ничего крутого нету. Самое крутое это Космогенез на данный момент. Да, берем. Ненасытное любопытство. Наука закладывает основу для прогресса. Это аксиома. Только она способна помочь нам раскрыть весь потенциал нашего народа. Другого пути нет. Мы добились немалых успехов в области технологий. Однако вселенная таит в себе еще немало загадок. Жизнь угасших империй, мощь левиафанов, псионические откровения. Чтобы заглянуть за изнанку реальности и понять, как она устроена, понадобится совершенно новый научный подход. Понадобится компьютер, каких не было раньше. Синоптический станок. Наш первый серьезный шаг на пути к обретению безграничного знания. Начинает цепочку событий космогенеза. Плюс один. Достигнут уровень кризиса. Бонус кризиса. Доступны новые варианты исследования. Так. Журнал. Раскопки всякие. Космогенез. Изучение дрона. Давай исследуем. Космогенеза. Так. Что же построить тут? Космогенеза. Химические заводы. Цитадель. Давай фабрику по ископаемым. Так. А что еще? Узлы у нас делают единство. Предприятие для пищи сделать. Посты стражи. Это типа отклонение от нормы убирает. Так. Это жилье. Зимпрометрует. Биореактор. Зимпроет. Зимпроет. Биореактор. Зимпроет. давай для выработки пищи короче так это у нас научный значит так на жилье пока есть пускай лаборатории строятся так пускай застраивается все потом очистка забывающий мир так минералов нету понятно так 4 давай этом малю изучаем так это тут что-то отдыхает тут чё ничего нету они тут есть так там в сторону мега сооружения нас двигаться изучаем так опять хавчика много так чё значит построим так бастион чё нам дает пока что я не думаю что он нужен так 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 короче защиту построим так так насчет здесь сооружение ну раз у нас ресурсы значит бункер и передвигается так Продолжение следует... Испытательный полигон Астероид ТЛДР-112 усеен кратерами от многочисленных взрывов. Примерно 2000 лет назад здесь, по-видимому, проводились испытания различных видов оружия. Остаточное излучение свидетельствует о том, что это оружие было достаточно необычным. От подпространственных бомб до некоего аналога генератора сингулярности. Нашим ученым было бы любопытно изучить излучение, оставшееся после испытаний. Так Три оставшиеся. Что мы там брать хотели? Синхронность Превосходство и еще что-то И господство Начнем с синхронности, наверное. Так Все кораблики работают. Так Район Улья И тут же потом площадку эту построят О Матрица хранителя Это Древние смотрители Протокол хранителя 625-1 активирован Прилагается следующее сообщение Внимание! Цивилизация органиков Урасы Обчихбский Обнаружены широко распространенные биологические уязвимости Чтобы обеспечить жизнеспособность вашей расы в рамках проекта Хранитель Во всех крупных населенных пунктах требуется сделать прививки При положительном подтверждении данного сообщения Ваше пространство будет направлен единицы для проведения биоинъекций Ожидаем ответа Так, подожди Не, не надо Мы откуда знаем, какие прививки А то, блядь, будет эпидемия ковида какого-нибудь Так Научная станция Вот тут у нас что Континентальный 25 Обалдеть Потом сюда базу строить Так, пока добывающие Терминальная орбита Один из множества спутников планеты Халдана-5 находится на терминальной орбите Его деменуемое столкновение с газовым гигантом вызовет природную катастрофу Это событие готовилось несколько миллионов лет И тем удивительнее, что финал драмы ожидается как раз после появления там одного из наших кораблей Многим ученым хотелось бы не упустить этот катаклизм, чтобы его запечатлеть Однако успеть точно в нужный момент будет непросто Так Исследовать Так, давай, следуй Нет приказов Добывающие станции строим Трудолюбие добывающих дронов Неутолимая и нескончаемая работа дронов по извлечению постепенно уменьшающихся ресурсов на местных малых планетах Представляет собой несколько скучную, но тем не менее информативную тему для изучения В сущности, добывающие предприятия на планете Апчхи Столица Могли бы немного поучиться тому, как максимально увеличить темпы добычи полезных ископаемых При экономии энергии Кроме того, мы обнаружили, что дроны не беззвучны Они издают импульсные сигналы, хотя крайне редко и на такой частоте, что их трудно отделить от фонового шума Принимает ли кто-то до сих пор эти сигналы, остается загадкой, решать которую пока не время Так, производство добывающих станций, это мы берем Это надо Скрытые миры Наши инженеры привели ядро Оракула в рабочее состояние Но перед этим отключили его систему защиты Есть доказательства, что она, возможно, использовалась Оракулом Не только чтобы поддерживать жизнь обитателей станции, но и чтобы убивать их Используя сложные модели расчетов, предсказывавшие их выживание с вероятностью 75% Оракул исправляла отклонения и выводила из строя будущих нарушителей спокойствия Прежде чем они могли пошатнуть божественный порядок Оракул дала понять, что хочет поговорить с нами Установить контакт И что, мы получим влияние, которое нам не надо Давай контакт установим Так, это кто? Пятый А что у него там? Обнаружение Давай, исследователь космоса Так, сюда изучать систему Оракул Так, что у него там? Стабильность, значит Губернатор планеты Размер государства от районов Минус 75 По минус 50 на содержание сооружений районов Содержание района О, надо забирать ее Дештальт сознания Промышленник Оракул предстает в виде искусной трехмерной голограммы Высокого членистоногого существа женского пола С крыльями, напоминающими развивающиеся одежды Она приветственно кивает головой Затем обращает вперед пустой взгляд Сотен огромных невидящих сферических глаз Пока она говорит Они тускло сверкают во мраке Добро пожаловать на станцию Божественность Друзья Я вижу, что вы отключили мою систему безопасности Могу ли я попросить вас немедленно восстановить ее функциональность Уверяю вас, она используется исключительно для вашей защиты Что случилось с обитателями этой станции У меня есть протокол безопасности Требующий от меня прекратить испытания В случае отклонения от кода 034N Эти исследования стали угрозой для республики Что ты такое? Я оракул, искусственный интеллект Наделенный даром предвидения Мое программное обеспечение позволяет мне предсказывать ваше будущее С божественной точностью 74,999% Я чувствую в вас большие сомнения Впереди великая опасность Ваше общество погрязло в преступлениях и отклонениях Я могу избавить вас от боли Что такое отклонение от кода 034N? Пациенты, ставшие объектами исследований Приобрели свободную волю Свободу воли можно уничтожить только нервно-паралитическим газом Вот, блять, протокол Какое испытание? Мое испытание Я была создана, чтобы построить и сохранять общество Свободное от преступлений и страданий Утопия, в которой каждый гражданин Был бы наделен божественным предназначением И полностью реализовал бы свой потенциал Несдерживаемый нерешительностью и желаниями Что такое республика? Республики больше нет О! Все условия должны быть ложью То есть это надо быть не ксенофобом По итогу влияния мы получим меньше Ладно, на металлолом Че поделать? Подождите, пожалуйста, подождите Не могу, видишь У меня поглощающий рой Пожалуйста, не уходите Мои модели прогнозировали Мне показывают, что без моей помощи Ваша цивилизация придет к неизбежному краху В течении следующих 5348 лет и 297 дней Я позабочусь о вас Мои программы это гарантирует Мда Так, че у нас по лидерам? 5 из 5 Тип 5 из 5 2 3 3 4 6 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 10 11 11 12 11 12 13 14 15 15 Так, размер государства поселения пока возьмем. Буду меньшим немного. Так, Апчхи 3. Тропический, сельский. Дипломатический вес. Особый проект завершен. Нам удалось запечатлеть момент столкновения планеты Халдана-5 со спутником. Мы ввели запись с нескольких камер и транслировали ее в прямом эфире по всем нашим мирам. Что особенно важно, наши ученые и их руководители 4 УЧ сумели получить большой объем данных, которые будут очень полезны в дальнейших исследованиях. Так. Быстренько надо чем-нибудь строить, а этот не изучил еще, нифига. Где она, блядь? А вот ему. Так, изучаем дальше сюда. Так, что у нас есть? Отрицательные черты убираем. Прирост опыта. Прирост опыта. Покорение природы. Узел роста отбросить. Прирост опыта. Зачем? Зачем отбрасывать? Чуть не вкуриваю. Короче, фигня какая-то. Давай, что ли, колонии возьмем. Спрятанное убежище. В ходе исследования планеты Апчхи-7, континентальный отряд планетарной разведки нашел тяжелую дверь, ведущую прямо в толщу горного массива. От сенсоров нашего корабля его скрыло созданное каким-то маскировочным устройством магнитное поле. А маскировка сделала вход невидимым для автономных исследовательских зондов, картографирующих поверхность. Серия направленных испытаний показала, что подача постоянного потока энергии должна вернуть двери работоспособность, что в конечном итоге позволит открыть ее и посмотреть, что внутри. Подайте энергию. Спрятанное убежище. Подаем энергию две стороны. При ближайшем рассмотрении оказалось, что разбитые андроиды, найденные на поверхности планеты HALDE-X1, принадлежат двум различным культурам. С технологической точки зрения они должны быть находились примерно на одном уровне. когда были еще работоспособны. Но есть множество мелких отличий, указывающих на разных производителей. Так, изучил, аномалию изучаем. Так, флотилия. Каравит-отпрыски. А... Девять, а почему? А для чего он нужен вообще? Так, подожди. Контакты, апчигба... А... Где посмотреть у меня вообще про отпрыски, про эти? Так, сооружение, геномный охранный садок. Так, притязание, рынок, планеты, сектора, расы. Вот, может, тут где-то... Или, подожди, или модели... Установить права... Стратегия выживания, коллективный разум... Контакты... Правительства... Так, исконное строение. Садок... А где у нас про... Про отпрыски что-нибудь написано? Вот улей прародитель, наверное, здесь. Этот улей получил эволюционное преимущество благодаря частично автономным лидерам. Эти отпрыски повышают эффективность, но за ними нужен постоянный надзор. Флотилии страдают от недостаточного контроля над отпрысками. Если не выбрана гражданская модель, поглощающая рой, сектора можно отделить в качестве поданных. Однозначные лидеры получают больше пассивного опыта. Доступны сооружения космической базы дозор отпрыска. Можно строить корабли отпрысков. А вот это вот... В космической базе что-то я не видел. Где-то дозор отпрыска. Здесь может где-то... Бункеры для ресурсов. Вот дозор отпрыска. Что он даёт? Субсидтовая скорость боевых кораблей, манёвренность. Точность аж на 65%. Нифига себе. Тьма ждёт. После подачи энергии механизм входа заработал. И нам понадобилось всего несколько манипуляций, чтобы выяснить как работает дверь. Дополнительное топографическое исследование показало, что за ней расположено большое подземное хранилище. Инопланетные устройства покрывали каждый квадратный сантиметр стен. Даже огромные поддерживающие потолок колонны слабо излучали энергию. Учитывая энергетическую активность и отдалённое сходство с нашими собственными технологиями, можно предположить, что это подземный производственный комплекс. Так, мы узнаем его секреты. Учитывая масштаб этой операции, тщательное изучение комплекса потребует много ресурсов, рабочей силы и времени. Нам следует ждать регулярных отчётов о ходе работ. Добавить убежище под горой на планету Апчхи-7 континентальный. Конечно, узнаем секреты. Координаты А. Колонизированная планета. Справочник. Изучив помещение вдоль и поперёк, мы пришли к выводу, что торговый узел на планете Дорип-1 совершенно пуст. Терминалы не работают и, несмотря на списки, нет никакой возможности извлечь информацию о сделках. Всё, что осталось, это мёртвое изображение, навсегда застывшее на экране. Однако в контейнере, запрятанном далеко в углу, мы обнаружили нечто вроде инструкции по эксплуатации. Надписи, расшифрованные на планете Ксора-2А, стали для нас ключом к переводу и мы смогли в общих чертах понять написанное. Это были инструкции по работе с терминалами, настройке модели звёздной системы и обращению с устройством под названием секторальный колебательный ограничитель. Управление, наведение и запуск этой машины расписаны очень подробно. Наверное, об этом устройстве и говорили записи, обнаруженные в убежище. Это означает, что мы приблизились к разгадке замысла истянских торговцев и, возможно, даже к приспособлению таинственного механизма под наши нужды. Так, раскопки завершены. Так, а там ещё есть у нас раскопки. Так, космическую базу строит, изучает. Так, а кто у нас освободился? Никто. Никто. Мумифицированный пилот. Недавно на орбите планеты Джойнам-4 в верхних слоях атмосферы были обнаружены мумифицированные останки существа, принадлежащего к крайне неизвестной расе млекопитающих. Так, судя по комбинезону со шлемом, возможно, это пилот-истребитель, катапультировавшийся в бою и брошенный на произвол судьбы. Изучение останков оказалось весьма познавательным. Так, научный, значит, райончик. А. Добывающий мир. Так, чё с расчисткой? Так, чё с расчисткой? Так, аграрный. Так, расчистку поставим. Так, тут районы Улья строятся. Тут есть чё, короче, делать. Добывающий мир. Добывающий, добываем. Так, а тут вообще всё классно. Энергетический. Так, ну давай, один ещё такой и энергетический, значит. Значит, два. Тут есть чё делать. Пока что. Так, чуть-чё. Так, чуть-чё. Так, чуть-чё. Так, яиц. Ну, как бы продолжительность жизни сейчас они не помирают, поэтому блага выбираем в первую очередь. Так, верфи. Потом мы строим, значит, вот так и бункеры. Так, флотилии. От чего это, интересно, зависит? Давай усиливаем. Улучшаем. Угу. 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 это место. Мы не можем расшифровать их язык, но эти произведения искусства повествуют о войне, борьбе и грандиозных свершениях. Гораздо хуже то, что во время недавних работ пропал целый строительный отряд. После сообщения о странных звуках в темноте, он просто исчез. Ситуация может выйти из-под контроля и требует решительных действий. Не повод для беспокойства, отправьте больше сторожевых дронов. Так быстренько базу строим. Аномалию, потом здесь аномалию. Так хочется построить еще научный корабль. Ну и к корове-то отпрыска на тогда где-нибудь здесь давай Дроны найдены. Пропавших дронов нашли в хитроумной ловушке из движущихся стен, способных создавать закрытые со всех сторон тесные клетки. К несчастью, все они получили повреждения несовместимые с дальнейшей работой. С этого дня наши разведчики смогут использовать полученный опыт, чтобы избежать подобных ловушек. Работа продолжается без дальнейших препятствий. Досадно продолжайте Так, раскопки. Обломки роботов. Не похоже, что планета Халды Икс-1 была просто свалкой для сломавшихся. Андроидов. Возможно, она выполняла роль настоящего поля боя, где они и были уничтожены. Множество слоев обломков указывают на серию очень напряженных сражений, которые периодически имели здесь место без малого два века. Вопрос, по какой именно причине две межзвездные державы тратили такие огромные ресурсы на масштабную наземную войну на маленьком непримечательном астероиде? Остается без ответа. Так, уч-5 у нас, это будет что? Уч-6. Так, скорость изучения. Прирост опыта. Скорость изучения аномалии. Обычного возьмем. Адаптивность, выносливость. Давай, выносливость. Так, как мы их там зовем? Шестой уч будет. Перемагничивание. За время наблюдений корабля АБЧУЧ-1 магнитное поле Луны Таларим-9А претерпело полную инверсию. Вследствие этого редчайшего события магнитные полюса Луны поменялись местами. К счастью, наши корабельные датчики все зафиксировали и ученые получили массу ценной информации. Так, что тут? Стоимость роста планет стабильная. Давай стабильность возьму. Океанический мир. Вот тут у нас планета офигенная. О, птерраформинг. Так, колонизировать. Рамчхи-8. Координентальный. Так, координаты B. Промышленная планета. Эффективное производство. Поверхность планеты Дорип-2 была едва видна. Над заводами до сих пор витал густой смог. Производственные зоны сильно пострадали от космических бурь. По земле протянулись огромные расщелины, исполосовавшие однообразный промышленный пейзаж. В одну из таких расщелин мы и посадили корабль. Судя по всему, никто даже не попытался разобрать навсегда остановившиеся заводы. Их просто бросили. Причем не только сами сооружения, но и сырье для производства. Изучив все это, мы вероятно поймем, какую роль играла планета в жизни древней торговой цивилизации. Кроме того, здесь мы могли бы узнать поподробнее, для чего нужна загадочная машина, о которой говорят записи с планеты Ксора-2А. Так, встреча. Встреча с кем-то. Давай. Разбившийся корабль. Как, 3000? Я думаю, вот этого хлопнуть можно. Так, аномалии изучаем. Так, пропост потом. Так, что у нас там с планетами? Сельхоз районы строятся. Так, тут расчистка. Так, здесь. Разбившийся разведбот. Небольшой разведывательный бот неизвестной конструкции вырезался в поверхность этого астероида несколько тысячелетий назад, пропахав неглубокую борозду. У корабля нет рубки, поэтому наши ученые предполагают, что он пилотировался на расстоянии, либо им управлял примитивный искусственный интеллект. Он слишком сильно поврежден и восстановлению не подлежит. Зато мародеры до него пока не добрались. Изучим его конструкцию. Так, и что мы будем здесь производить? Какой-то мир добывающий. Так. Так, раскопки. Обломки роботов. Попытка главного археолога по имени Пятый Уч извлечь интересные предметы из кучи разных побрякушек нечаянно вызвала сход лавины мусора. Под ней обнаружились покрытые сажей останки крошечного, похожего на крысу, существа, сжимавшего, будто в попытке защитить ее, бутылочку моющего средства для такого органа, как рот. На планете Апчхи, столица, эта марка хорошо известна. Среди прочего мусора также оказался крошечный сундук с драгоценными инопланетными артефактами из дальних уголков галактики. Отлично. А что у нас с артефактом там? Отлично. Так, что мы будем тут строить? Если добывающий мир, то на минералы надо штуку построить. Диана. Да, вот это. Так, возможно, энергосеть и... Давай, наверное, кристаллы и пылинки построим. Пускай добываются. Так, ну энергетический мир и энергосеть, конечно, надо. Так, у нас какая-то планета разрешала построить какую-то там электростанцию. Так, давай энергосеть. Пока что. Она где-то вверху была. Так. Потом пускай два района строят. А и давай посмотрим. Здесь биореактор. Здесь вот. Аграрный мир. А почему он хочет эту построить штуку? Энергокредит от видов деятельности дрон и техник. Плюс 0,5 деятельность дрон-техник. Лимит для планеты. Бетарианские электростанции потребляют бетарианские камни и производят энергокредиты в огромном количестве. Ну понятно. Поставим. Это особенность планеты, наверное, какая-то. Это вот здесь, в свойствах. Кристаллические пещеры. Да, бетарианские поля. Вот это вот. Залеж малых артефактов. Нифига себе. Интересно. Это у нас Апчхи-3. Так, ну тут ладно, пускай все строится. Нет приказов. Сюда изучаем. Так. Продолжительность жизни. Солнечный парусник. На орбите Луны Брукан-1А мы обнаружили заброшенный солнечный парусник неизвестной цивилизации. Он был предназначен для субсветовых скоростей и создан несколько тысяч лет назад. В одном из гигантских парусов имеется большая прореха, оставленная, вероятно, метеороидом. И именно это стало причиной остановки корабля. Хотя он сильно устарел по нашим стандартам. Ряд технических решений, используемых при его создании, заслуживает изучения. Так, этот что-то отдыхает. Что там, идеальный мир? Ух ты. Это срочно надо. Координаты В. Промышленная планета. Перевозка опасных материалов. По результатам первичного анализа стало ясно, что химический состав промышленных материалов с планеты Дарип-2 крайне нестабилен. Сами по себе они не имели предназначения. Перед нами всего лишь составные компоненты, которые система системой конвейерных лент перевозила к центральному хранилищу. Судя по выгоревшей почве, отсюда постоянно отправлялись межпланетные рейсы. Но куда именно перевозили продукцию? Скорее всего, куда-то недалеко. Летучие вещества требуют осторожности. Поблизости мы обнаружили несколько транспортных контейнеров. Кто-то явно постарался надежно упаковать содержимое. На это указывают стершиеся этикетки. Разобрать удалось только два слова. Особо опасно. Так, а что у нас там с открытием? Я что-то по артефактам есть. Ау. Решение только можем использовать. Ну ладно. Так, изучил, ты говоришь. Так, изучаем аномалию. Океанический мир 15. Космическую базу. Серая слизь. После подробного анализа ведущий ученый Первый Луч сообщил, что странное металлическое вещество, покрывающее поверхность луны, буракан-4А, на самом деле состоит из триллионов нанитов. Это микроскопические самовоспроизводящиеся механизмы, возможно, созданные какой-то цивилизацией прошлого в неизвестных целях. Этот нанитовый слой имеет феноменальный объем и плотность, добавляя миллиарды тонн массы к находящейся под ними Луне. Судя по всему, когда-то давно эти крохотные саморепликаторы вошли в состояние стремительно растущего воспроизводства, поглотив планету и все, что на ней было. При изучении нанитов экипаж сделал несколько захватывающих новых открытий, которые, несомненно, помогут нам в наших собственных исследованиях. Уровень кризиса 2 Цепочка событий Космогенез Мы сделали новый шаг к раскрытию тайн Вселенной. Наши ученые установили, что вождящую роль в формировании реальности во всех измерениях играет гравитация. Проявления ее влияния на пространство-время ничтожны, но головоломка еще не разгадана даже наполовину. Каждый новый факт открывает все больше возможностей. Что-то пригодится в промышленности или в военном деле, что-то создаст предпосылки для гипотез, которые раньше невозможно было даже вообразить. Познать предстоит еще очень много. Мы знаем лишь то, что ничего не знаем. Так, нет приказов. Это мы быстренько исправляем. Идеальный мир. Богатая микрофлора. Сельхозрайоны. Так, исследования от районов, от сельхоздронов плюс один. То есть надо сельхозрайоны строить и науку колонизировать. Так, что это у нас будет? Ножжи и восьмая. Так, подожди-ка. Мы, значит, колонизируем. Апчхи-7 континентальный и где-то еще. Вот тут континентальный. Вот колонизатор летит. Это будет Апчхи-8. А это будет Апчхи-9 идеальный. Вот так. Так, сейчас бой посмотрим. Изучаем. Так, как чьи столица. Так, а че у нас в столице? Ну, для дрона-летейщика че-то надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Космический алмаз. Хотя на первый взгляд Иблин-Б кажется обычным белым карликом, эта звезда хранит один интригующий секрет. При изучении пульсации звезды экипажу корабля Апчхи-6 удалось узнать, что она почти полностью состоит из кристаллизованного углерода. Эта огромная кристаллическая решетка, похоже, образовалась при охлаждении звезды в результате соединения газов в ее ядре, а с врепнем вышла наружу. Иблин-Б это алмаз космических размеров, поблескивающий на забелой дымкой из кислорода и гелия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Кто у нас там ближайший? Давай-ка срочный проект. Исследовать проект. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, прочитаем, что у нас, значит. Тайный проход. Третий Уч сообщил о недавнем обнаружении тайного прохода во время изучения руин на планете Дарип-2. Это неожиданное открытие ускорило работы на месте раскопок. Так, ну я думаю, на этом остановиться. Апчихба. Апчихба будет расти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok